Вот если бы в Александрии не было такого человека, как Цепюка, его надо было бы выдумать, потому что он сдал за НО на 200 баллов. Расстроился и подумал, мол, не мое. Или ностальгия не позволяет. Но этот процесс длится уже 30 лет. То есть практически рейдеры в погонах. Вперед! Arbeit and Z! Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет, комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это лично мое мнение. На этой неделе мне запомнились следующие темы. Богдан Тарахтий, официально первый человек на земле, который полностью положил на Кировоградскую область. Степан Цапюк, человек-ходячий парадокс. Он не любит Европу, но обожает покупать европейские автомобили. Василий Моцный, экс-глава Кировоградской обл. госадминистрации. Он кто? Жертва или рейдер? Ну и Николай Коломеец. Человек, который на Кировоградщине официально умнее Тарахтия, Цапюка, ну и меня в том числе. Богдан Тарахтий, нардеп от Кировоградщины, от партии «Слуга народа». Он умеет заявить о себе на всю Украину. Сначала, еще буквально год назад, он решил, так сказать, рейдернуть Виталия Кличка и выбить для своих помощников квартиры в Киеве. Не получилось. А потом ему пришла в голову идея стать главой Кировоградской обл. госадминистрации. Он даже начал втихря консультации проводить с людьми, с которыми нужно. Но чувак, конечно, переплюнул сам себя. В день, когда его должны были утверждать главой Кировоградской обл. госадминистрации, он не пришел на это утверждение. А что, так можно было, что ли? А там как на экзамене. Не пришел, значит, не надо. Но давайте подумаем, почему кандидат на должность так называемого губернатора мог не прийти на столь важное событие. Первое, может, Трахтий не знал, что его несостоявшегося предшественника взяли на взятки, поэтому и, ну типа, а, тут у вас еще и на взятках берут. Тогда не надо. Или второй вариант, чувак, просто зная, что его назначат по-любому, но это должность, решил отметить заранее, ну и просто перебухал. Ну, у каждого был момент в жизни, когда из-за алкоголя вы пропускаете что-то важное. Вот у Трахтия именно это и произошло. Или третий вариант, пробки. Простые киевские пробки. Он просто встал и не смог вовремя добраться, а потом расстроился и подумал, ну, мол, не мое. Или четвертый вариант. Появился человек, который сказал Трахтию сидеть глубоко и тихо. Но помните, была такая подобная история с Манжосовым и Зеленским, когда его друг Денис Манжосов решил дать пресс-конференцию в Киевском парусе и там рассказать всякие тайны, там, по поводу наркотиков и так далее. Но когда он приехал в парус, к нему приехали друзья Зеленского. И Манжосов почему-то решил отменить пресс-конференцию. Вот, может, точно так же кто-то поговорил в лесу с Трахтием, и он отказался? Гентльмены, у вас совсем плохо с чувством юмора. Это жутка была. Вот если бы в Александрии не было такого человека, как Цепюка, его надо было бы выдумать, потому что больше такого, часто попадающего в штангу, не найти. Ну, во-первых, действия городской власти во главе с Цепюком заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Табранский назвал нарушением прав детей и сотрудников детсада в Пантаевке. Да, это именно те действия, где Александрийская власть решила втихаря закрыть Пантаевский детский садик. Кто его знает, что Александрийская власть во главе с Цепюком больше ненавидит? Детей, сотрудников детсада или саму Пантаевку? Одиночество, сволочь. Пока что непонятно, но я точно знаю, что власть они любят больше. Но суть в другом. Цепюк на этой неделе решил, что мнение пока еще мэра Александрии в геополитическом разрезе кого-то интересует. И вывалил, что, мол, в том, что в Александрии проблема с безработицей, виноват Евросоюз. Я думал, что только в России такое может быть в этой абсолютной пропагандистской стране оккупантия, но нет. Тут Цепюк пожаловал. Ну и не мудрено, потому что Степан Цепюк тесно связан с партией кума Путина Медведчуком, а по платформе «За жизнь». Она пророссийская, распространяет по каналу Медведчука фейки и дезинформацию. Ну, понятное дело, Цепюк не может и сам, так сказать, не заниматься тем же. Он оправдывает руководство Александрийских предприятий, где просто нет работы сейчас, что, мол, они просто потеряли рынки в России, и вот, мол, результат. То есть Цепюк не говорит о том, что надо было модернизировать производство, о том, что торговать со страной-оккупантом, которая убивает александрийцев и вообще напала на Украину, это хреново. Цепюк не говорит о том, что Украина перенаправила свой вектор развития, теперь выгоднее торговать с Евросоюзом. И с этого момента, когда стало выгоднее, уже прошло шесть лет. Мало того, Цепюк не знает реального положения дел, а я вам скажу, что главные торговые партнеры Украины, не Евросоюз, на который так сетует Цепюк, это Китай, на втором месте Польша и на третьем, о боже, Россия. Я надеюсь, что Россия на третьем месте пока что временно. Цепюк сетует на квоты Евросоюза, но квотами Евросоюз, между прочим, ограждает себя от некачественной продукции. И если уж торговать чем-то с Евросоюзом, то нужно поднимать задницу и делать качественную продукцию. Там, заниматься сертификацией, иметь стратегию развития предприятия, с модернизацией, между прочим, и нормальными зарплатами. Ладно, и так сойдет. И не винить Евросоюз, с которым, кстати, напомню, выгоднее работать и качественнее. Евросоюз, в отличие от России, не убивает наших людей, не убивает александрийцев на фронте. Но если не можете делать качественную продукцию для Евросоюза, то вот вам, пожалуйста, китайские, азиатские, африканские рынки. Вперед! Arbeit and Z. Ну, вообще, прикольно, что Цепюк ностальгически жалуется на Евросоюз. Это вообще так по-советски жаловаться на Запад. Но вот что касается купить себе машину, то Цепюк выберет и выбрал не украинского производителя, например, даже крупной сборки, там, ЗАЗ, а выбрал Range Rover Sport аж за 2 миллиона 295 тысяч гривен. Получается, человек гонит на Евросоюз и одновременно покупает его продукцию. Получается, он лукавит. Никогда такого не было. И вот опять драка за урожай. Первая сторона обвиняет вторую в рейдерстве, вторая сторона обвиняет первую в мошенничестве. Схемы работают. Итак, первым я увидел пост Андрея Дариенко. Он пишет, что предприятие «Колос» пытались рейдернуть 6 июля, буквально во время сбора урожая. И эта вся история происходила на территории Дмитровского сельсовета в Знаменском районе. Причем рейдерами Андрей называет людей, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. То есть практически рейдеры в погонах. Именно они тормознули сбор озимых на полях и блокировали технику. В Знаменской полиции, по словам Андрея Дариенко, говорят, что они не знают, почему такое происходит и по какой причине. Приехали же так называемые рейдеры в погонах по причине, мол, предприятие «Колос» производит самозахват земли, на которой и вырастил этот урожай пшеницы и рапсу. Кстати, нюанс. Владелец этого предприятия «Колос» – это экс-глава Кирово-Радской области госадминистрации Василий Моцный. В общем, дело дошло до того, как пишет Андрей, что поля Моцного просто взяли и подожгли. Но это ситуация не только о рейдерской войне в Кирово-Радской области, но и об информационной. После поста о рейдерах в погонах появилась статья в интернет-издании «Час Тайм», подписанная Таисией Дробот, где она рассказывает, что рейдер как раз Василий Моцный. Мол, используют землю без документов. Я, честно говоря, в шоке от такой земельной истории. Вот недаром бобриненские фермеры с оружием защищают свои урожаи и, в принципе, и земли. У нас беспредел. И мне даже все равно, кто тут прав и кто тут виноват. Значит, в законе есть лазейка, которой можно воспользоваться как с одной стороны, так и с другой. Где может быть самозахват земли, а может быть и рейдерство в погонах. Простить разобраться обл. госадминистрацию с этим вопросом не знаю. Как они без головы смогут? У нас вообще ситуация в стране с этой властью, что четко о чем-то судить или сказать невозможно. В Кропиницком, когда делать становится нечего, вспоминают о декоммунизации. На этот раз все внимание на площадь Дружбы народов. Там сняли со стелы знак в виде ордена Дружбы народов. Это советская атрибутика. Почему активисты взялись за площадь, а не, например, за здание горсовета, мне непонятно. Я напомню, что на горсовете на каждой колонии там столько серпов и молотов. Вообще декоммунизация у нас в стране странная. Процесс, я напомню, начали еще с начала 90-х. Но этот процесс длится уже 30 лет. Вот и славненько! Почему нельзя было сделать все сразу? Я же помню прекрасно, как улицу Большую Перспективную, центральную улицу Кропиницкого, переименовали практически мгновенно. Она была раньше Карла Маркса. Я там просто живу. Почему все раз и навсегда не убрать все это коммунистическое? Зачем растягивать эту жвачку? Или ностальгия не позволяет и желание сыграть на дефиците, расстрелах, смертях на войне в Афганистане, на репрессиях и, конечно же, пломбире по 10 копеек. Сколько можно устраивать срачи? Декоммунизация? О, сделали все и сразу. Не растягиваем это все на 30 лет. Типа, а вдруг за эти 20 или 30 лет забудут, что надо декоммунизировать, и все останется как прежде? Ну и в конце концов о хорошем. О человеке, которому все антигерои моего блога в подметки не годятся. Ну кто такой Тарахтий? Кто такой Цапюк против Николая Коломийца? Что это значит? Почему ты назвал это имя? Это слушатель Кировоградской малой академии Центрального украинского научного лицея-интерната. Он сдал за НО на 200 баллов. Ну ладно бы, один предмет это такое бывает. Человек подготовился, чуть немного везения. Но тут два предмета на 200 баллов. Да еще что сдал Николай на 200 баллов? Математику и физику. Талантище и умница. Побольше бы таких людей в нашей стране. И да, спасибо огромное учителям, которые научили Николая Коломийца. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще, кроме пророссийской направленности. Пока еще мэра Александрии.